В следующей фотографии вы увидите Эрик в тот день, когда мы не говорили. Я только снимал фотографии, и, ну, понятно, что он был очень депрессируемый. Также в тот день я снимал следующую фотографию, и... О, извините. Он был явно все еще в силе депрессии. Вот на следующий день, когда я сделал следующую фотографию... Может, вы заметили, что мой проект действительно об эмоциях Эрика, и не так много об теле. Ага, и, как вы, наверное, уже заметили, мой проект... И я очень обжидан от этих вопросов. Поэтому я решила, чтобы не показать слишком много информации, чтобы помочь людям с этими вопросами. быть, и есть причина, почему именно... Почему я ставлю внимание именно на эмоциях. Каждый раз, когда я рассказываю об этом проекте, люди начинают спрашивать, есть ли у него пенис, или осталась ли у него грудь. И меня оскорбляют такие вопросы, и именно поэтому я пытаюсь показывать как можно меньше информации, которая отвечала бы на эти вопросы. Два месяца позже, но в момент, когда я увидел на фейсбуке, я знал, что что-то особенное произошло. Так что я взял первый корабль в Берлину, чтобы фотографировать эту фотографию. Как-то похож на Эрика в плане позиционирования. То есть, скорее мужчина и скорее квир, чем совсем мужчина. Тем не менее, ну вот я пишу последние несколько лет с переменным успехом, я не публикуюсь, ну, по крайней мере, на бумаге. Тем не менее, уже, наверное, лет 10, я нахожу выражение в виде текста. Тех или иных видов текста. И очень часто я слышу очень характерный вопрос, который звучит, но мы абсолютно не можем представить, на что это похоже. И каждый раз я это воспринимаю как личный челлендж. Дать возможность представить, на что это похоже, но не только сам по себе переход. Надо сказать, что вот практически все имеющаяся более-менее популярная литература и более-менее популярное кино про трансгендерных людей, оно так или иначе концентрируется, собственно, на переходе. И так или иначе чаще всего концентрируется в формате, что они очень-очень страшно жили, ужасно умерли. Или все, они взяли переход и счастливы. Это не то, не то. В общем-то, по крайней мере, исходя из моего личного внутреннего опыта и опыта тех людей, с которыми я общался, но не соответствует вести. Потому что переход — это чай жизни. Ну, это какая? Да, главная чай жизни. Это крупное событие, но в какой-то момент через год или через два это остается просто уже как поездка, как какой-то глобальный экспириенс, но не определяющий всю жизнь. Потому что, на самом деле, исходя из моего опыта, мою жизнь определяет то, что я транс, а не то, что я слышал переход. И очень хотелось бы, и я стараюсь приложить руку к тому, чтобы появилось как можно больше описаний изнутри вот этой ситуации. То есть, или описаний изнутри, или какой-то информации, воспринятой людьми извне, именно чтобы было как можно меньше вопросов формата на что это похоже. Мы не можем себе представить, это что-то совершенно инопланетное, потому что мы-то не инопланетяне, мы тоже люди. Мы совершенно обычные люди, которые живут рядом. Я очень часто встречаю, действительно, с вопросом в духе. Никогда в жизни не слышал о таком. Действительно, информации мало. Единственное ограничение, строго говоря, не единственное, но одно из ограничений, на которое я периодически натыкаюсь, когда пытаюсь публиковать что-нибудь свое, когда я стал разговаривать с другими людьми, это проблема в том, что так или иначе все упирается в несколько вопросов. Во-первых, имеющиеся площадки для онлайн-выражения, я сейчас даже не буду говорить про возможность публикации в бумаге, это вообще очень грустная история, а имеющиеся онлайн-площадки, они достаточно иерархичные, достаточно патриархальные, достаточно сексистские, и человек с небинарной идентичностью, который пишет про небинарную идентичность, наталкивается там на даже жесткое противодействие. Например, моя подруга, которая описывала расу, в которой нет разделения полов, и соответственные персонажи, имеющие отношения, фактически не были в однополых отношениях, потому что однополых отношениях нужно это понятие. Тем не менее, попала под совершеннейший шторм на тему «притащили свою злобную гумазятину», и ей пришлось удалить, к сожалению, свою работу с конкурса, и она до тех пор не выкладывает это онлайн, и, к сожалению, больше никто ее работы не увидит. И это вот вторая останавливающая категория, с которой тоже я очень часто сталкивался, и сталкивался с ней лично, я слышал о ней часто. То есть, может быть, она не для тех так актуальна, но я могу бы сказать для себя, что она для меня была очень актуальна. Когда пишешь о своем опыте, пишешь, исходя из своего опыта и возвращаясь к своему опыту каким-то драматическим моментам, каждый раз попадаешь в ситуацию, что критика, особенно пока ты еще нежный и слабенький, допустим, еще до перехода, или тем более в каком-нибудь динайле, в каком-нибудь другом и не очень хорошем психическом состоянии, но воспринимается не как критика текста, а критика лично себя. И вот отсутствие безопасных каких-то площадок, в которых не было бы вот этого традиционного СНГшного предложения давайте мы вас просто критикуем так, чтобы вы перестали писать, потому что если вы не перестанете писать после этого, то вы крутые, а если вы перестали, то слабаки, так вам и надо. Очень распространенное мнение, надо сказать, на творческих площадках. Вот таких вот площадок очень не хватает. Мне и не только. Я думаю, что было бы неплохо, если они начали потихонечку появляться в последнее время, то есть я могу сказать, как фендерное творчество, достаточно безопасное место, есть некоторые уже творческие проекты, но они в основном очень небольшие, очень закрытые, очень локальные, потому что так или иначе сталкиваются вот с этой проблемой, что как только приходят люди со стороны, они притаскивают вот это традиционное давайте мы их всех заругаем, давайте вы не будете писать о своих переживаниях или давайте мы вам расскажем, как вы должны переживать, мы-то знаем. Это проблема. Возвращаясь к каким-то ситуациям, то есть я, например, сталкиваюсь достаточно сильно еще с тем, что писать бывает очень сложно, потому что не находится слов. очень сложно описать о ситуации, когда ты не будешь, не можешь подобрать себе гендеров, и это было мне очень сложно переживать, это мне очень сложно описывать, потому что у нас практически не развита квир лексика, я не знаю, как называть персонажа или какую-то группу персонажей, то есть потому что оно у нас есть совершенно негативные коннотации, полностью придуманные слова, наталкиваются на ситуацию вы все негодяи, вы коверкаете русский язык, а называть мужском или женском роде это проблематично. Иногда получается очень удачно использовать феминитивы и мускулативы на самом деле в ситуациях, где их редко применяют. Ну, кстати, я думаю, что знаете название это какой-нибудь усатый нянь, это вот как раз игра на мускулативе. Так, Леонидович, в любом случае текст какой-то творческой прослойки сейчас не хватает, и я могу сказать, что, исключительно по моему мнению, именно дополнительное... То есть получаются достаточно парадоксальные ситуации. С одной стороны, очень много творческих людей, невероятно творческих людей, а такого количества совершенно восхитительных художников невероятно талантливых писателей, дизайнеров я никогда не встречал в такой концентрации, как в группах транс и квир людей. С другой стороны, представленность очень маленькая и вот только сейчас фактически начинает произноситься. Мне кажется, это в том числе и потому, что творческая составляющая активизма она немного недооценена. Потому что, как бы, вот мы ходим туда, мы там как-то сражаемся, а вы книжки пописываете там, или картиночки. Мне кажется, что это не совсем правильная оценка, потому что зачастую именно проникновение борьбы в самые простые вещи, то есть когда Датайс Бехтер начинает прогонять буквально каждый блокбастер, так говоря, и когда внезапно оказывается, что один прошел, второй прошел, третий прошел, внезапно ситуации начинают меняться. Это взаимосвязанные понятия, как сообщающиеся отсюда. Чем больше появляется творчество, тем больше появляется ролевых моделей, тем меньше люди вынуждены идти на ощупь, придумывая себе мучительно каждый шаг, и тем меньше они должны опираться на старые представления, где транс — это только специальный человек, описанный специальной медицинской книжкой и должен соответствовать ему от буквы до буквы. То есть, на самом деле, даже когда я проходил переход, я уже попал в несколько более либеральную ситуацию в этом плане. Я проходил у Исаева, замечательного Дмитрия Дмитриевича Исаева и того общеизвестного Исаева, по которому, конечно, что многие и подумали. Я сразу попал в исключительно пью-фэн-псовку, потому что по-всякому бывает, и я мог в какой-то мере даже несмотря на возможность сохранить себя, то есть, сохранить вот этот момент какого-то... Я мог какое-то время пометаться, я мог подумать, а может быть, я легендер, а может быть, я вообще не трансгендер, а может быть, я могу жить как-то иначе. Я очень благодарен тогдашнему окружению, которое мне дало вот это пространство для Витания. На самом деле, сейчас служит такой творческой почвой, из которой произрастает очень много из моего творчества. Так вот, тем-менее, многие люди не имеют вот такой замечательной привилегии, такого замечательного преимущества, и вынуждены, с одной стороны, строить себя по представлениям, там, парни не плачут, и по самым-самым-самым замшелым гендерным стереотипам, то есть, если ты мужик, то должен быть воюч, могуч, волосат, качаться, обязательно никаких эмоций, отключить свою патию, ни в коем случае не намека на женскую одежду, и так далее, даже меня это зацепило в том, что, как я уже говорил, у меня очень повезло с такой ситуацией, от меня этого никто не требовал, но это вот изнутри все равно очень сильно лезло. И одно время, например, у меня связана с этим достаточно любопытная ситуация, я не использовал женских персонажей в текстах, не потому что мне не было интересно, а потому что использование женских, хоть каких-то женских качаний, было для меня мучительным. это вот буквально вот вызывало у меня подергивание глаза. Более того, когда я начала общаться с МТФ, у меня это действительно тоже было одновременно. Проблемой, потому что я называлась в мужском роде не потому что я не принимал женскую идентичность, а потому что я на автопилоте все и вся на автопилоте. Мне пришлось приложить усилия, чтобы закрыть, чтобы прекратить это, и чтобы начать, например, обращаться не только к личному опыту, и не только к личному профилактическому опыту, мне бы там очень помогли другие творческие люди, так что, как я уже говорил, вот такое вот создание площадки, на которой так или иначе люди смогут пересекаться, было бы очень неплохой вещью. Но в любом случае, в последнее время транс и квир-люди начинают больше общаться, меньше упираясь в ситуацию, что квир-люди неправильные, транс-люди неправильные, нет во всех ненавидеть, нет во враге народа, и так далее. То есть, к счастью, в последнее время, где-то в последние, может быть, года-два, я меньше встречаю подобного отношения, и, соответственно, как-то вот без агрессии. Просто вот есть такой момент, есть очень распространенная иллюзия, связанная с тем, что если, ну вот, грубо говоря, она очень в многих областях работает, что если ребенка не ругать, он вырастет некачественно. Это прекрасно используется во всех областях, что если художника не бить, он будет плохим художником. Если художник доволен собой, он плохой художник. Художник здесь в широком смысле, конечно. Если писателя не заругать, он зараза расслабится и писатель перестанет. И вот эта вот проблема достаточно крупная, что на самом деле совершенно необязательно применять насилие и агрессия совершенно необязательная часть творческого роста, что люди могут расти, более того, они замечательны, потому что они гораздо лучше растут без агрессии. Без вот этой вот внутренней... Агрессии внутри сообщества и без... Потому что на самом деле, если честно, агрессии со стороны общества хватает за глаза и за уши. Хорошо бы даже ее было поменьше. Вот. Так что вот раз за разом я об этом говорю. Возвращаясь к теме внутреннего вдохновения, я могу сказать, что собственный переход не... К сожалению, вот я сейчас смотрю на такие проекты, я понимаю, что я немного завидую, потому что у меня не сохранилось фотографии этого периода. Даже когда я нашел внезапно свою фотографию в 14 лет, я прыгал, очень радовался, очень жалел опять же, что не заснял переход, потому что это на самом деле очень интересно. И это очень интересно обращаться к этим воспоминаниям. Я в любом случае могу обратиться к собственной памяти, но мне очень сложно показать это другим. Так, так. Это даже... А, простите. Да. Да, извините. Вот. В любом случае, то есть чем больше, мне кажется, транс и квир людей смогут обращаться к своей идентичности как к какому-то ресурсному, моменту-моменту великого перелома, моменту огромного изменения и моменту огромного столкновения с обществом, с которым они смогли выйти. Причем выйти победителями в большинстве случаев. Ну, крайней мере, они могут им это рассказывать. А это уже говорит о том, что они вышли победителями. То, мне кажется, будет меньше агрессии, меньше вопросов и больше творчества. Я себе денег над тем, что я буду переодеваться в женские платья и выступать в клубах. Потому что большинство артистов этого жанра, они приходят к этому, мне кажется, каким-то нутром. Ну, так как было у меня тоже. Потому что желание неожиданно одеть мамину кофточку, оно перешло как бы из ниоткуда, то есть изнутри. И первый опыт переодевания и выступления на сцене в женском образе, он был, конечно, еще в старших классах на сцене школьной, кстати, тогда на сцене в школе в маминой как раз с кофточкой в коричке я пел песенку «Поздравляю девушек» на 8 марта. Очень интересно, да? Пел песню про то, что сегодня праздник у девчата, ну, ну, вот это. Вот. и, собственно, среди моих знакомых артистов. Я знаю людей, которые, опять же, без какой-либо хирургической коррекции, но продолжают жить, девушки, да? То есть, то есть, являясь при этом девушкой, да? Я сейчас запутаюсь в понятиях, если вы меня, надеюсь, никто ни на что не обидится. с астентичностью, потому что, конечно, вообще, это сложно. Я тоже в своей жизни задумывался о том, что, а не нужно ли, может быть, мне сделать какую-то коррекцию пола, может быть, я транссексуальный человек, может быть, я транссексуальная женщина, в конце концов. То есть, мысли такие, они были. И у меня, опять же, есть знакомая, которая, вот, хорошая, скажем так, подруга, которая пошла в врачу, и сказала, хочу быть девочкой, ну, это я сейчас, а ей сказали, дураты, в смысле, что ничего, что транссексуальность, ядерный транссексуализм, и никто не поставил такой диагноз. Поэтому, в данный момент, она продолжает существовать пока артистка в жизни молодой человек. тоже, я думаю, тренгендерная часть персонажей. Новых миров. В качестве немного неожиданного и необычного примера, я бы хотела привести Алишу. 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 выбирают себе имя в первом бою, в котором сумели отличиться, и после своего первого боя она решила взять себе женское имя. Надо заметить, что это очень символично, ведь наша жизнь тоже полна бит, через который нам нужно пройти, чтобы заслужить в кавычках себе имя. название выпуска, в котором появилась история о ней, также символично, «Перекованная судьба». Появление подобного персонажа и других подобных персонажей говорит о том, что создатели игр выбрали стратегию инклюзивности. И, на мой взгляд, сделали это очень правильным образом. У Алиши очень вдохновляющая история, она сражалась с драконом. Она не является эпизодическим персонажем, ей посвящен отдельный рассказ на официальном сайте, а ее трансгендерности не уделяется излишне много интимного внимания, чем, на мой взгляд, грешат многие современные фильмы, в которых появляются трансгендерные персонажи. Я очень надеюсь, что в будущем подобных интересных, символичных, положительно вдохновляющих персонажей будет все больше и больше. Вот. Такое высказывание от Дианы, и мне хотелось бы в продолжении нашей дискуссии попросить и Лару, также бигендерного человека, рассказать о своем творческом опыте. Еще я бисексуалка, но это тоже не все. Например, в проекте «Сара Драгон», где нужно было написать три слова про свою гендерно-сексуальную бедичность, я описал себя как гея, потому что вот когда я в мужском, скорее в мужском варианте себя, для меня очень важны отношения как раз с мужчинами. когда в женском, то я скорее бисексуалка, поэтому я бигендер и бисексуалка. Вот. И в проекте «Сара Драгон» я сделала реверанс в сторону вот этого всего карнавального формата ее проекта, и моя третья идентичность была «Котик». Вот. Но это, я не знаю, сколько касается гендер и сексуальности, но тем не менее. в детстве я очень много писала, но потом почему-то этот канал заблокировался. Возможно, как раз с каким-то половым созреваниям, когда я очень сильно закрылась от мира. И творчество к любым каналам у меня очень сильно блокировалось. я не умею рисовать, я сейчас тушу, раньше не писала, и, в общем-то, не так по-другому это не выражаю. Но мне было очень важно выражать себя, а потом выражать все свои сложные гендерные идентичности, которые все равно умножатся. И поэтому я выражаю в честь персонажей. Персонажи из книжек, персонажей, которые я придумываю, которые являются отчасти моими субличностями, отчасти у мной, они выражаются через то, как я себя веду в повседневной жизни, через то, как я одеваюсь, через, ну, на самом деле, через что угодно, через мою речь, через то, как я себя называю в таком розе, допустим. Вот Гриша Дрэб Клинт. И для него у меня лежит противочка в шкафу. И вот когда я девушку я игрушки не надеваю, а когда этот персонаж, то пожалуйста. И еще с ножками с каких-то блока. 14, 16, 18, 20 и так далее лет, то есть я совершил переход в 26, а до этого я жил в состоянии непрерывного аутинга, непрерывного столкновения с миром. А люди живут так и по 20, и по 70 лет, вот если кто не знает транспарант, то это вот как раз о том, что можно прожить всю жизнь в состоянии вот этого столкновения с миром. и я думаю, что очень важно подумать о таких людях и о том, что они тоже имеют право на представленность, на то, чтобы они, во-первых, видели свет впереди, они ужас, 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 после перехода. И то, что они бы видели, что они не одни такие, что они только, что это не обязательно должно быть страдание, что это может, что это вообще может быть нормальная жизнь, несмотря на то, что вот получилось так, что кто-то там, не знаю, как считается, проиграл в генетической лотерее или как, что у этих людей есть эмоции, у этих людей есть не только тело, которое не мучительно кромсает, как это часто воспринимается.